Я вещаю опять с темноты. У нас тут такой нюансик получился. Звонит Свекровь из Канады днём ещё. Сейчас у нас 11 час ночи уже. Звонит, говорит, что ей позвонили соседи. Соседи, которые живут ниже этажом, говорят, что затопили в доме пять этажей, в том числе и её квартир. Там на пятом этаже жили цыгане, они сняли батареи. В общем, отдали, хотели набрать воду для отопления системы. Ну и когда пустили воду, понятно, что батареи нет и всё полилось ниже пятого этажа. У Свекрови третий этаж. Вот сейчас муж только с работы пришёл. Мы сейчас поедем смотреть, что там. Не знаю, что там будем вымакивать. Или может уже вся вода ушла, там у неё подвесные потолки. В общем, мы будем что делать сейчас. Куда мы едем? К маме домой. Мама, которая живёт сейчас временно в Канаде. У них проверяли систему, запускали воду в систему отопления. И получается, что на пятом этаже соседи, цыгане, сняли батареи. Ну, они снимали квартиру, да? Не знаю. Короче, сняли батареи и батареи не было на пятом этаже. И вода полилась через аж до первого этажа. Всё, затопили. Понятно. Дальше мы сейчас едем посмотреть, что там происходит в квартире. Висят ли натяжные потолки до пола. Мама попросила проверить, посмотреть, вымакать, вымыть, спустить воду. Не знаю, что там будет. Так что мы сейчас едем смотреть. Сейчас всё увидим. Сейчас всё увидим. Всё покажем. Так, пришли мы к маме. Томик обродовался. Думаю, тут бабушка. А бабушка в Канаде. Тут собак разбудили рядом. Всех разбудили. Всех разбудили. Так, ну сейчас посмотрим, что там за потоп. Ну что, ну порой всё сухо. Какой-то запах такой... Нехороший запах. А? Лера, закрой, пожалуйста. Что-то тут так замок болтается. Так. О, ну да, вот. Вода тут стоит. Ну совсем немножко можно положиться. Вот тут коврик. Тихо. Молоченый колорит, чтоб их не было. Тихо. Тихо. Так. Ну и что. В потолку всё нормально. Короче, немножко подмог этот коврик. Тут всё в порядке. Короче, в зале мама сухо. Так, мама в этой спальне тоже в порядок. Сухо. Повываялись. И заходим сюда. А? В зале. Мы не взяли в коридорчик. Там, наверное, сейчас на кухню что там будет. Пойдём на кухню. Тут сухо всё. Том. Том всё посмотрел. Мама устроила истерику. Мама устроила истерику. Короче, только коврик вот этот. Тут какая-то лужица. И тут, наверное, сейчас... А, вот оно бежало, вот. Вот оно тут бежало. Ну, это тут такое... Смотри, вот вверху, видишь? А что это такое? Добой. 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 Ага. Короче, коридорчики. 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 И вот в коридоре немножко. Так что, мама, всё в порядке у нас тут. А вы тут писиховали, плакали. Всё хорошо. Да, Том? Том проконтролировал. Обзор мамыной квартиры. Том так бежал, думал, тут сыра сейчас дадут, как обычно. А никого нету, да, Том? Вот тут стена славы. Это я рисовала сыночка. У бабушки тут он портрет. Я уже забыла задать портрет. Да, прикинь, вода. Да, чистая. То мы смотрим в воду. Мама, когда уезжала, уже скоро год. Ну, я скажу, она не такая. Не пойму сейчас. У нас воды в кране такой сейчас нет. Она жёлтая. Это ещё та вода из Каховского водохранилища, которого сейчас уже нету. Которую взорвали. Так, а это что тут у нас за картина? Я Катя рисовала. А это Димка мой малой. А вот я мужа рисовала. Это когда нам было по 25 лет. Это я его рисовала пастелью. Нет, это не 20 лет. А сколько? Это я реанимировала. А, это я забеременела. Дима. Тридцать два, дима, или тридцать три. Так, что тут у бабушки ещё есть? Ага, тут такие бабушки. Ну, как обычно. У бабушек стоят внуки, внуки во множественном размере. Всего лишь трое внуков. А тут столько картин, как иконостас какой-то из внуков. Так, ладно. Всё, поехали. Потому что всё. Через детьми будет уже комбинатский час. Давай. Всё, так что? Напрасно. А? Оно высохнет. Так, всё-таки тут вода немножко собралась. Под бумагой. Сейчас мы прорежем дырочку, спустим. Потому что... Потому что... Чтоб оно тут не заплесневело. В общем, всё нормально. Маму мы успокоили. Да, Том едем домой через десять минут. Комендантская годына у нас. Надеюсь, мы успеем домой приехать. Да, Том? Конечно, думали, что там будет капец что. Ну, слава Богу, всё нормально. Даже взяли шланги. Посмотрели видео, как сливать с подвесных потолков воду. Несколько вариантов. Ну, слава Богу, нам не пришлось этого делать. Да, Томка? Всё хорошо. Всё. Едем домой. Что-то так дышит, что ли? Что-то. Тут ещё бак и так дышит. Да, ещё странно, что тут свет горит. Да. А сколько выключают освещение у нас? Одиннадцать, да? Сейчас через восемь минут света по городу не будет. И выключают светофоры, да? Короче, город обесточивается в один час вечера. Покажем книжку. Это наше ночное кольцо автовокзала. Мама, это я показываю для вас. Вы, наверное, там в Канаде скучаете по своему родному городу. Для вас специально сняла вашу квартирку. Чтоб вам было веселее переносить разлуку с родиной. Я надеюсь, что вы скоро приедете. Война закончится, и вы вернётесь. Да, вот ровно двенадцать, и вырубили весны. Сейчас в каком-то городе. Только в окошко в Куриде. Где ныне? У тебя и город. Одиннадцать вечера. Китанский час, а мы успели. 모�assemble Melvis. Одиннадцать вечера. Возьмиurn суток и твать ERК, а мы успели всёorpвать. Чтобы было хорошо всего... Может быть всё... Возьмираторы. Продолжение следует... Настройщика.